Значит, итак, мы решили поговорить о псалмах и о тех, которые читают сейчас во время войны. Я вот тут сразу оговорюсь, там разные равы делают разные рекомендации, что правильно, что неправильно, что стоит выбирать, что правильно выбрать. Там есть разные списки, все списки объединены, в них во всех есть 121-й псалмах, в том, который я видел, и он на достаточно серьезного авторитета ссылается, это 3-й, 20-й, 121-й, 130-й, 144-й. Ну, опять, не обязательно так. Я бы сказал, что еще есть некоторые обстоятельства, там в некоторых случаях и 23-й полезен, в зависимости от того, где вы находитесь. Значит, теперь вторая сторона этой темы. Почему именно эти? Обычно, когда я рассказываю о книге псалмов, я более-менее сосредотачиваюсь на пшате таком. Вот давайте договорюсь, не пшат по раше, а пшат, то, что я называю для себя условно пшат-переводчика. Это условное именование имеется в виду следующее, что регулярно то, что раше объявляет пшатом, при переводе текста вы не сможете отразить. То есть, этот смысл там есть, в этом тексте, но он не будет отражаться в словах, он будет где-то задним планом висеть. Вот обычно я сосредотачиваюсь на том, что возможно как-то перевести на другой язык и видно в другом языке тоже. Потому что регулярно комментарии раше, например, которые он называет пшатом, в переводах не видно просто, откуда это берется. Сегодня, так как мы говорим о молитве, о молитве как таковой, то я хотел бы сосредоточиться на ивритской стороне более, на том, что хорошо видно, на том, что не то, что хорошо видно, а на том, что можно почерпнуть в иврите и некоторые вещи, которые говорят не столько авторы пшатов, сколько авторы вот то, что может промочь прикованот. Вот давайте вот я такой термин употреблю. Дело в том, что когда читаешь псалмы, то очевидно, как и любая молитва, псалмы требует некоторый правильный, вот я не знаю, надо ли перевести слово «комана». Правильный, слово «комана» очень хорошо переводится, в этом смысле хорошо переводится словом «интенция», что тоже требует еще одного перевода. Что там зашито, что мы при этом думаем? Проблема вот какая, которую неоднократно указывают все нормальные люди, которая состоит в следующем. Псалмы составлены столь, точнее, в книгах псалмов, это сборник, и псалмы писались разными людьми при разных обстоятельствах. И понятно, что это молитва, обращенная разными людьми в разных обстоятельствах. Когда составлялся сборник псалмов, то отобрали только то, что имеет универсальное значение. По этому поводу, сам факт того, что псалом попадает в книгу, уже доказывает, что он достаточно универсальный. И его может читать разный человек при разных обстоятельствах. По этому поводу обстоятельства чтения сильно влияют на понимание, что в нем написано. И в этом смысле, первый из нашего списка псалмов, я буду говорить о псалме третьем. Начну просто с третьего псалма. Я не знаю, у всех есть книжка перед глазами, чтобы... Я могу, конечно, сейчас открыть и показать, открыть экран с книжкой. Вот вопрос, нужно или не нужно. Кто-нибудь не может подсказать, открыть от себя или... Если тебе это специально не надо, я думаю, что на русском сам. Либо пойдите на Талдо Тро, я могу в чате поставить. Для тех, кто знает иврит, желательно с ивритом. А, с ивритом, окей. Желательно, не обязательно, можно только русский. Мне все равно. Итак, давайте попробуем. Можно очень легко в гугле просто открыть и... Ну, где вам удобно, хотите, что вам угодно, каждый пусть откроет то, что ему хочется открыть. Итак. Какой псалом? Какой номер? Псалом Давида, когда он бежал... Какой номер, Слиха Мейер? Какой номер? Гиммол третий. А, окей. Гиммол третий. Би ворхо мифне афшалом бно. Значит, когда он бежал, переведено... Там где и причастие на самом деле. С бегамши, да, ежели можно так выразиться. Когда он был с бегамши, то есть это продолженное время нужно переводить. Значит, об этой заголовке мы чуть-чуть ниже, я поговорю, но это то, с чего я начал. Это есть с десяток псалмов, при котором указано обстоятельства, кто при каких обстоятельствах его написал. Например, подобный 57-59, по-моему, если я правильно помню, когда Давид скрывался в пещере от Шауле, или когда Давид прятался в городе от Шауле. Чуть-чуть ниже поговорим, насколько это для нас важно. Дальше идет псалом Ха-Шэм. Ма рабу царай, рабим камим алай. Как велики мои... Вот теперь царай, или враги мои, обычно проще перевести враги, но, может быть, просто беды мои. Многие говорят о моей душе или обо мне. Нет ему спасения в Боге. Селла. Во веки... Дальше Селла, слово Селла. Я не буду останавливаться на переводе этого слова. Я предпочитаю считать, что Селла заменяется хорошо на современное ивритское мамаш. Вот просто попробуйте, и вы увидите, что оно всюду великолепно пройдет. Вот такой перевод на современный ивритский мамаш, а он на другие языки плохо переводится. Слово мамаш... Вот многие говорят обо мне. Мамаш эйн логи шоа табай луки. Вот попробуйте, и вы увидите, что оно всюду проходит этот перевод. Значит, воистину, да. Натуральный нет. В натуре нет. О, я предпочитаю. Слово мамаш на русский язык переводится в натуре. В натуре нет ему последнего ха-шэма. Что? Ну, извините, я же осно говорю, я же не на бумагу кладу это, поэтому могу себе позволить. Значит, кстати, можете еще раз проверьте при переводах, вы увидите, что это пройдет, то, что я сейчас говорю. В ата га-шэм магэн ба-адзи хводзи умырым роши. Ты га-шэм щит передо мной хводзи умырым роши. Ты даруешь мне славу, честь, вообще еще лучше. Делаешь меня весовым. Я хочу вот обратить внимание, что некоторые вещи, когда вы читаете как молитву, ежели вы, когда хводзи помните исходное значение слова «честь», это вес человека. Вес человека в мире, не только в обществе, но и перед собой. Вот то, что я вешу, это от тебя, и ты позволяешь поднять мне голову, даруешь мне гордость. Кули эль-ха-шэм, оборот чисто ивритский, принятый переводить, голос мой взывает. Я очень не люблю, когда голос взывает. Мне кажется, это неправильно в русском языке, но именно в русском. Это хаббатский перевод. Сейчас я сделаю побольше. Так видно нормально? Я сразу оговорюсь. А вот как они переводят третий стих, я хочу посмотреть. Не видно нормально. Мне не нравится перевод, мне не нравится. Я не знаю, откуда берется мысль, что ха-шэм надо переводить Бог. Я не знаю, откуда она берется. Те аргументы, которые мне приводились, мне кажутся неправильные. В нашем псалме это важно, кстати. Ха-шэм, я хочу заметить следующее. Если я отклоняюсь, кто-нибудь подскажите мне, и я прекращу сразу же. Значит, есть роскошное доказательство Ягуды Галеви, что ха-шэм – это имя собственное. Вот четырехбуквенное, тот, который тетерограмотом, четырехбуквенное имя Всевышнего – это имя собственное. Доказательство очень простое. Имя не принимает сопряженных состояний, имя не принимает местоимений. Как в русском языке нельзя сказать, вот как в русском языке нельзя сказать «мой Вася» или «мой Давидик». Давидик – это просторечие. Положено говорить «мой муж Вася», «мой сын Вася» и только так в литературном русском языке. Точно так же, обратите внимание, «мой Га-шэм» сказать в иврите нет. Ни разу в книге в Танахе вы не найдете «мой Га-шэм». Га-шэм – мой бог всегда, потому что это требование, это норма иврита. По этому поводу бог, когда вы ха-шэм переводите бог, это уже нехорошо. Поэтому вам приходится говорить всесильный, тогда имя Элукима придется переводить всесильный. Вообще, опять, грамматически, чисто по грамматическим соображениям, имя Элуким – это божественность. Вот это даже не бог, а божественность. Вот такой отвлеченный термин про бога. Опять, не буду сейчас приводить доказательств, кого интересует, отправлю к пяти лекциям профессора Касута. Кому интересно, я отправляю туда. Пять лекций о теории многих источников вот туда отправляю. Это самое простое место, где это можно найти, можно найти более кошерных источников. Значит, я хочу обратить внимание на одну очень важную вещь, которую мы уже видим здесь. Вот я прошу при чтении обращать на это внимание. В этом псалме, когда молится Давид, «Хашем марабу царай» – обращение к Богу идет. «Хашем марабу царай» в этом стихе. «Хашем, как велики мои беды или мои враги». В четвертом стихе. «Ты, Хашем, мой щит». В пятом стихе. «Я взываю во весь голос к Богу». Именно так правильный перевод. Шестой стих. «Ибо Гашем меня поддержит». Восьмой стих. «Встань, Гашем». Единственный раз «Гошейни и Лукай». «Спаси меня, мой Бог». Потом «Лашем Гаишуа». Вот «Элуким», который появляется в третьем стихе. Всесильный. Я не могу нарисовать ничего из листа. «Раби Мамри». Вот это вот. Извините. А, моя. Извините, моя мышка видна у вас или нет? Подведем к предпоследнему слову вот в этом третьем стихе. Вот обратите внимание. Да, видно, да. Вот это разница. Потому что на самом деле всегда помните важнейший, важнейший Драш Хазай. Вот то, что я сейчас говорю, это норматив. Нет жертву Богу. Исключение есть два, и обе этих жертвы приносят неевреи. Вот два исключения, два раза жертву приносят неевреи. Жертву приносятся Гошем. И только так. Вот это надо всегда помнить, когда вы читаете. И особенно читайте книгу Соломов. Гошем – это то, к чему можно приблизиться. Карбан, от корня карав, быть близким. Человек должен приблизить Бога к себе. Я подчеркиваю. Я подчеркиваю, это любимый Раши в Талмуде, в Тарактоте Брахот. Гошем – это не Рамбов. Рамбов – человек должен приблизиться к Богу. Раши – человек должен приблизить к себе Бога. Принципиальная разница. Близость – Гошем. А вот те, кто говорят обо мне плохо, они… Вот я не могу сказать… Вот я не хочу говорить… Эйн ло ешуата ло башем. Вот что невозможно. Они могут думать все, что хотят. Я этого даже повторить не желаю. Эйн ло ешуата бэллоким. Вот это то, к чему… То, что является абстракцией, если хотите. Вот Эллоким – это имя… Я одну из сторон привожу. Сразу я говорю, есть много разных… Как бы это сказать? Аспектов. Но одна из сторон… Эллоким – это куда более абстрактная вещь. Это мировые законы. Это законы физики, когда мы говорим об Эллоким. Но это не то, чему молятся. Нельзя молиться законам физики. Когда человек падает с десятого этажа здания, он не молится всемирному закону тяготения. Ну, хорошо, с десятого, ладно, с третьего. Шансы есть. Он не молится всемирному закону тяготения. Это невозможно, это несерьезно, это бред. Вот Эллоким, в данном случае, по законам, пусть даже божеств, он не спасется. Обстоятельства безнадежны. Вот здесь, вот точность этого псалма и причтение, тут точность надо просто очень хорошо чувствовать. Ата Гашем Магэн, объективно. Вот имя Эллоким – это об объективности. Объективно у меня нет шансов. Нет спасения моей души, Байлоким. Но ты, Гашем, оба. Вот когда мы перешли к Гашему, мы прекратили говорить про объективность. Вот объективность кончилась. Началась сфера моих близких отношений с Богом. И эти близкие отношения, они переходят на уровень личных отношений с Богом. Они переходят на отношения в области чудес в некотором смысле. По этому поводу Гашем щит от божественных же законов. Вот это так. Значит, я во весь голос обращусь. Экра – вот здесь сложное место. Четвертый стих. Пятый стих. Голосом моим к Богу вызову. Ну, это нехорошо. Но и голос мой взывает Хашему. Это тоже нехорошо. И проблема вот какая. Глагол «экра» в ивритском, ивритском глагол «экра», он неудобный для перевода, потому что переводчик должен решить, что он видит в этом стихе. Не забудьте. «Ликро» – это еще позвать. «Я во весь голос зову Хашем». Вот здесь мне очень нравится. Я сразу говорю, в моем переводе этого нет, потому что я это в устной тексте говорю, такие вещи. «Я во весь голос зову Хашема, и он откликнется». Вот ответит в смысле «откликнется». «И он откликнется мне с горы святой». «И он в натуре откликнется мне». Вот послушайте, разговорный язык в чем сила. «Я во весь голос позову Господа, и он в натуре откликнется мне со своей святой горы». Со своей священной горы. Вот не нужно слово «всегда». Не подходит слово «всегда сюда». Это другое слово. Теперь дальше. Шестой стих. «Я ложусь спать и засыпаю, просыпаюсь и просыпаюсь, и Бахашем поддерживает меня». Вот чуть-чуть ниже поговорим про это. Хорошо? Не убоюсь соннов. Мир Вова в хорошем, вот с классическим старинным русском языке, это тьма. Рвова – это тьма. Десятки – это десять тысяч. Тьма, как воинская единица, отсюда темник – воинское звание. Тьма, дивизионный генерал, дивизия. Но в современном языке слово «тьма» в этом значении уже исчезла. Никто его там, кроме тех, кто старинные тексты читал, не знает. Не старинные, а старые. Старые тексты не знает, но Мир Вовод Ам – это легионов, ну, давайте словом легионов, полков, народок, которые стали лагерем вокруг меня, лагерем обложили меня. Кума Хашем, встань, Хашем, спроси меня, «Мой Бог, ибо ты отдай всем врагам по морде выбей зубы злодея». Я специально перевожу просто народным языком, вы поверьте, передо мной лежит литературный перевод, я могу и литературным переводом это сделать. И «Хашему принадлежит спасение над народом твоим, благословение твое, мамаш». Теперь, вот такой псалом. В нем при чтении есть одно некоторая важнейшая вещь, на которую надо обращать внимание. А именно обратить внимание, весь псалом написан либо в настоящем времени, я не буду сейчас уходить, но книга псаломов знает настоящее время, написано в настоящем, причем настоящее время, не настоящее продолженное, а настоящее, имеющее место здесь и сейчас, вот такое вот время. Вот есть перфект настоящий в английском, есть перфект в английском настоящего времени, но вот ежели бы он существовал, то это был бы он. Но остальное идет прошедшим временем за одним единственным исключением, а именно в стихе пятом. я во весь голос зову Хашема, и он ответил мне. Вот обратите внимание, не отвечает. Вот вав, который стоит при слове в Яанене, он откликнется, да, то, что я предложил переводить, не ответит, а откликнется. Вот это откликнулся, правильный перевод, и он откликнулся. Это обращающий вав. Будь это такое же будущее время, уверенность в будущем, то буква вав в слове в Яанене, первая вав, должна быть огласована шва двумя точками. А она огласована патах, как вав оборотный. Тем самым это глагол прошедшего времени. И вот здесь некоторая важнейшая вещь для всех псалмов, которые молитва и которые призыв о помощи, где будущее обращается как бы к будущему, относится как к уже прошедшему. И это некоторые очень важные психологические состояния для того, кто читает псалом как молитву, где вот эта надежда на исполнение счастливого будущего. В танахе слово надежда имеет несколько иное в изменизованное слово, семантическое поле, несколько отличается под смыслом от надежды в современном иврите. В современном иврите и во всех европейских языках, кстати. И в русском языке слово «надежда» употребляется не так, как в «Филатанахе». В современных европейских языках слово «надежда» означает чувство, это эмоциональная сфера чисто. Это чувство, это желание, это где-то лежит мои чувства. Надежда не имеет отношения к действительности, к материальному миру вокруг меня, это мой внутренний мир. В «Танахе» прямо наоборот. Надежда – это исполнение надежды. Вот это обязательно надо иметь в виду. Что когда вы читаете о надежде, то вы имеете… А надежда, слово «надежда» в «Танахе», она часто употребляется, кстати. То всегда надо помнить, что это исполнение надежды, исполнение чаяния. Так вот, почему я здесь это перевожу? Потому что в пятом стихе вот это исполнение надежды, которое я зову, поэтому надеюсь, что он мне в будущем откликнется. Здесь сказано, что он откликнулся уже. И вот акт веры в этих вещах, то, что Хашем защита, состоит в том, что… Вот не помню, у кого я это слушал. Это не я, естественно, придумал то, что я сейчас рассказываю. Вот смотрите, какие бы ни были беды, когда мы их прошли и смотрим из настоящее в прошедшее, где беда позади, это уже воспоминания переживания, это острота, помнится наше чувство, но уже нет той остроты, когда было. По этому поводу из будущего, когда надежды исполнились, смотреть в прошедшее намного проще. Вот как бы вот здесь ставится свет, что он не просто ответит мне, а как бы я, переношя себя в будущее, уже задним числом вижу, что он мне ответил. ответил, что он мне в будущем, но я еще дальше в будущее переношусь. И мое представление о сегодня, как бы мы это уже пережили. Вот эта уверенность, вот что такое уверенность полная? Не эмуна, а бетахон. То, что более там в средневековом власти иврита слово эмуна надземинством бетахон. Значит, вот этот бетахон, вот уверенность, то, что все будет хорошо, оно как бы, я сегодня уже смотрю с позиции будущего, что я уже сегодня ощущаю, что мне уже откликнулись. Всевышний уже откликнулся. Вот это очень важно. Вот здесь переход. Еще раз, обращайте внимание на времена в этом псалме. Он редкий по построению времен. Единственный случай, вот чистый прошедшее время, когда говорится о Хашеме, говорится в том случае, когда я зову, и как бы я уверен, что он уже мне откликнется. Вот это вот так сказать. Я хочу заметить, что третий псалом читается вообще-то… А, ну хорошо, здесь можно сделать перерыв. Герман, а мне нажать надо? Сейчас измечу. Я должен что-то сделать по этому поводу? Нет, я не могу. Включилось, спасибо. Нет, ничего не надо. Желающий включает просто телефон и все. А, ладно. Значит, я просто хотел спросить, а нельзя это воспринимать так, что, значит, вот я подумал, что вот я голос, так сказать, ну, ну, воззову вы не хотите, но, в общем, позову голосом, я вот подумал, а он уже в это время мне ответил. То есть, как бы, ну, как прямая речь, а потом замечаю, что он мне уже ответил на то, что я подумал. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Тогда каванод подразумеваемый, то, что, то, что вот не в словах, а в мыслях должно быть, что я его позвал и не заметил, и когда я звал, я не заметил, что он мне уже отвечает, уже, уже все налаживается. Вот эта сторона. Что да, есть эта сторона здесь. Да, такое понимание здесь возможно. Я просто более пшатную вещь даю, то, что укладывается очень легко в слова, и которые не будет претензий к переводчику, то, что я сейчас сказал. Вы, безусловно, вот это домысливание, а в псалмах обязательно домысливание нужно, когда вы читаете домысливание о ситуации, что я его зову и не понимаю, что он уже мне ответил, что он уже откликнулся и он уже здесь. И то, что он здесь, то, что он здесь, вот в этом шестом стихе, вот ваш подход, он здесь будет очень хорошо. Дело в том, что я, все, конечно, помнят, что Третий Псалом читается перед сном, почти во всех нусахах. И если вы откроете какой-нибудь сидур, где проставлены знаки припинания, вот не как у нас здесь знаки кантиляции, то чтение шестого стиха «Я ложусь спать и засыпаю и просыпаюсь» извините, вот три слова подряд. «Я ложусь спать, засыпаю и просыпаюсь, ибо Хашем или вот сейчас я потом говорю, но ибо Хашем поддерживает меня». правильное чтение по мазарецкому тексту, по кантиляциям. «Я ложусь спать и засыпаю, точка, я просыпаюсь, потому что Хашем меня поддерживает. я проснулся, извините, я ложусь спать и засыпаю, я лег спать и заснул, я точка, я проснулся, потому что Хашем меня поддерживает. Акцент Хашем поддерживает, относится к не ложусь и засыпаю, а я просыпаюсь, потому что Хашем или я проснулся, потому что Хашем меня поддерживает. Это, если хотите, по кантеляции, по мусорецкому тексту, это утренний псалом, это не вечерний, не ночной, как мы это читаем по книге Сидур, извините. Это самое. А утренний. Я проснулся, потому что Хошем меня поддерживает. Что было ночью, когда я спал, я не знаю, потому что я спал. Ну, значит, вот на самом деле здесь начинается вещь, которую, скажем, мне легко с этим жить, а привыкать к этому, потому что я привык, не потому что я такой умный, а потому что я привык. Вот это ки в шестом стихе, ки Хошем и Самхени. Мы все привыкли переводить ибо, и, как известно, в переводе на арамейский, есть четыре слова, которым надо переводить ки. То же самое, эти же слова есть в русском языке, лыки арбал шенот, потому что, ибо, потому что вот, но и по причине. На самом деле, слово ки одно значение, но оно не существует, языка с таким значением. Лыки, условы ки, значение одновременности. И означает, я просыпаюсь, в это время Хошем меня поддерживает. Это не обязательно причинность, это одновременность регулярно. Вот я сплю и проснулся, а Хошем меня поддерживает. Вот обратите внимание, замените вот это потому, что на А Хошем меня поддерживает, на противопоставительное А, или на соединительное А. И Хошем меня поддерживает, это будет… А в это время, пока меня тут не было, Хошем меня поддерживает. И это будет правильное понимание в этом месте, на мой вкус. То есть, если вы это вот так, вот это ки переводить не потому что, а в это время. Одновременно. Значит, теперь в восьмом стихе есть совершенно замечательная шутка, которая… Сейчас я… Смотрите… Извините, Таня, я… Так видит переводчик, по-моему, я не уверен в том, что это точный перевод текста. Потому что слово «кара», я говорю в пятом стихе, голос мой плачет, слово «плачь». Давайте так. Мне не нравится слово «плачь» здесь. По одной простой причине, которую я сейчас объясню. Мне в этом псалме слово «плачь» не нравится. Мне просто Татьяна прислала… Да, мы все видим в чате. Видим. «Когда плакал, я взываю Господа, Он ответил мне с горы своего святилища». Значит, мне не нравится вообще появление слова «плачь» в этом псалме. Я сейчас объясню, почему. А, кстати, с горы своего святилища, я считаю, просто ошибкой переводчика, со своей горы святой. Этот самый притяжательный суффикс в смехуте нужно относить к первому слову, а не ко второму. Бывают исключения. Чаще надо относить к первому слову, а не второму. Для тех, кто знает иврит, я понимаю, что это непривычно. Но давайте договоримся до следующего. Хадар Шнати – это не комната моего сна, а моя свальная комната. Ну, я пример. И Хадар Ухли – это не место моего еда, не место, где я ем, а моя комната еды. Туда надо переносить. Это по поводу вот этого перевода. Я, в общем, всегда предпочитаю переносить первое слово, придержать на мой суффикс. Значит, «оплачь» мне не нравится. Здесь просто, мне кажется, что это кто-то ставит свет другой немножечко. Опять, это книга псалмов. Кто-то поставил вот такой свет. Я хочу ставить свет по-другому. Значит, я хочу обратить внимание на одну любопытную вещь. Восьмой стих. Кумы Хашэн 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 Елухай. Вот появление Бога, где «встань, Хашэн, спаси меня, мой Бог». Я говорил, что имя Луким здесь, Луким – это не лично, а абстрактно. Но шутка состоит в том, что сравните с третьим стихом. Значит, в третьем стихе. «Эйн ешуата ло бэллоким». Нет у него спасения с Богом. От Бога лучше всего. Как Рашэн комментирует здесь. Здесь «хошиэ элукай». Это просто ответ тем, кто говорит. У него нет спасения от Бога. Я говорю, спаси меня, мой Бог. Вот это прямая речь. Это просто противопоставление к другим. Вот появление. Вот насколько это точно. Вот кумы Хашэн Хошиа Хашэн. Преднимание. Как мы видим, что это именно ответ тем злоязычным людям в третьем стихе, что восьмой стих – это ответ тем злоязычным людям в третьем стихе. Как мы это видим? Очень просто. Мы это видим из девятого стиха. «Ла Шэм Гаишуа». Спасение. Вот это. Третий раз появляется слово «Яшуа». Ну, слово образованное от слова «Яшуа». Третий раз появляется спасение. Первый раз нет спасения от Бога. Ответ. Спаси меня, мой Бог. Но на самом деле, вот что говорит от Гошема спасение. Не от объективных обстоятельств, а от Гошема. И я хочу здесь делать еще одно замечание по поводу Илуким. Но это уже… Считайте, что я шучу. Если кому-то не понравится, считайте, что это шутка. Значит, кто-нибудь умеет слово «Локин» перевести на арабский? Да? На арабский это слово «Аллах». Так вот, третий стих. Многие говорят, нет у него спасения от Аллаха. Это про сегодняшний день. Это просто я решил отступить от своего обычного и высказаться на тему текущей политической обстановки. И восьмой. Спаси меня, Аллах. Извините за шутку. Опять. Кому не нравится, считайте, что я разуйкаюсь. Давайте еще одно замечание, и оно опять будет тоже актуально политически. Я начал с заголовка, которая здесь была. И мы начинаем читать этот псалом с заголовком. «Мизморлы Давид беверхометны авшалом бно». Значит, псалом Давида, когда он бежал от своего сына в шалом. Первое, что мы должны, для тех, кто не помнит, это рассказ второй книги Шмуэля, глава 15, 16, 17. Рассказ о бунте авшалома, когда сын Давидова стал против отца. По этому поводу, вообще-то, вот война, которая здесь описана, и спасение, которое здесь, это гражданская война. Те, кто говорят, нет, спасение – это родственники, это тот же самый народ. То, что, вот тот, кто внимательно читал историю о бунте авшалома, там один из героев этой истории, Хушай Арки, который пытается, который, когда пытается втереться в доверие авшалому, говорит, что он перешел на его сторону, потому что как бы он видит в авшаломе продолжателя дела Давида. Ну, просто пришло время уступить молодым. Вот там вот подводная линия, которая идет за разговором Хушая с авшаломом. И почему Хушаю он поверил в большей степени, чем Ахитофелем. А Ахитофелем, в его время слово Ахитофелем было для окружающих, как слово Божье. То есть это мудрец высшего ранга. Тем не менее, Хушай говорит, что как бы авшалом, этот бунт авшалома, он присоединяется, будучи верным сторонником Давида в прошлом, он к нему присоединяется, потому что видит в авшаломе продолжателя дела отца. Вот внимательно читайте такие места, потому что политические уроки там важнейшие. Вот здесь, в этом псаломе, вторая сторона, которая есть, эта сторона, вот где этот псалом читается, как это ни странно, при серьезной ссоре в доме. Вот это, при домашней ссоре. И тогда, в восьмом стихе, злодеи, которых нужно дать по физиономии и разбить им зубы, это те, кто виновны в том, что у меня сложилась такая ситуация. Это такой один из, один из свет, который сюда ставится. Вы долго будете смеяться, но и третий псалом, и сто двадцать первый псалом, оба псалма в Медраж Раба, оба абсолютно сразу. И 19-21? Нет, не надо, я просто... Оба псалма, во-первых, а, ну да, там у вас моя сейчас... Их привязывают оба сразу к истории, к Сулам Яков. Вот история про то, как Яков спит, эту историю в Медраж Раба, и оба увязывают и беда сэть. Почему? На самом деле, довольно очевидна одна вещь. Вот это Гэкицоти в шестом стихе. Байкец Яков Мишнато, и проснулся Яков от сна, и сказал, вот есть Гашем в этом месте, а я не знал. А вот на самом деле, вы долго будете смеяться. вот эту связку, которую видят все наши мудрецы, я говорю о классиках, о хохами, которые видят параллель между тем, что говорится здесь, и вот это «я лег спать и заснул». Это рассказ о том, да, и самое главное, в истории с Яковом, вот когда вся эта история с Сулам Яков, с лестницы Якова, происходит, когда Яков бежит от своего брата. И написано, и лег он спать, да, и заснул, и вот Гашем, и дальше рассказывается о лестнице Якова. «Я позвал Бога, и Он ответил мне со святой горы, Яков просыпается и произносит, это не что иное, как дом Божий, это врата в небо». Так вот, пятый и шестой стих, они про это, про то, что… И тогда вот теперь мы понимаем, откуда берется Харкацо, как только мы соображаем, что здесь вот таким совершенно неочевидным образом, а это то, что видят в Медраш Рабам мудрецы, с таким совершенно неочевидным образом, говорится про лестницы с неба, по которой ангелы спускаются и поднимаются на помощь Якову. Оно вот здесь, в пятом и шестом, вот появление Харкацо в этой истории, святой горы своей, это вот этот вот случай. На самом деле, весь этот псалом, он в какой-то степени может быть произнесен Яковом, когда он бежит. То, что в пятый и шестой стих завернуто, очень, по крайней мере, Хазаль это видит. что вот этот лежащий, спящий, на самом деле, в истории Совшалома, вот это я ложусь спать и засыпаю, я проснулся, это когда ключевой момент, переломный момент войны Авшалома и Давида, Давид переходит Эрден. Вот, он получил уже ответ, вот в этот момент ответ уже есть. Ответ, помощь пришла через Хушая, Арки, которого он туда заслал, но вот этот переломный момент, он уже здесь есть. Но вот лестница, как Давид спит, и эта лестница в небо, через которую приходит помощь, она вот здесь вот таким способом запечатана. Может быть, это не очень заметно, но мне кажется, что видеть здесь обязательно. Герман, ваше замечание, давайте сразу замечу, ваше замечание, что красная линия, оно просто великолепно. Ла Шем Гаишуалям Хабер Хаса Хасала, 9 стих, Хашему спасение на народ его. Брать внимание, вот теперь начинается одна вещь, которую, когда вы читаете про Давида, может быть, стоит иметь в виду. Давид в книге псалмов, он, Давид, это человек, которого зовут Давид, мама звала его Дотик, наверное, это просто человек, это Машех, это народ израилья. Все это в одном лице, потому что про него это так. по этому поводу 9 стих, это Биньян-Ав, что называется, источник, который объединяет все правила, все правила чтения псалмов и вообще все правила молитвы. обратите внимание, что в молитве о здоровье, кого угодно, когда человек вставляет в 18 благословений молитву о здоровье в соответствующую браху, то обязательная формула, кстати, всегда, в итоге шаар холы Исраиль среди остальных больных Израиля. Это обязательное как бы добавление. Аль-Яшуа аль-Амеха к личной молитве добавить, молитву за весь народ, это правильно, потому что тот, кто молится о другом и самому нужно то же самое, ему ответится, это классика Хазаль, Яна Тхила ему ответится даже раньше, чем тот, за кого он молится. Это такая вот некоторая формула, которую надо помнить. Ну, вот так. Значит, я думаю, что я вот общий рассказ кончил. давайте, если есть вопросы, я попробую поотвечать. При в чате, близ, в чате, там Таня спрашивает. в чате говорится пощеченье. Кита, коль айвай лейхи, ты ударил всех моих врагов в лейхи, это щека или скула одинаково, ну, скорее, может быть, и так, и так. Вопрос, как вы понимаете это место? Выбил зубы злодея, разбил, выбил зубы, разбил зубы злодея. Тем самым, это не пощечина, а подскудник, по-моему, у нас во дворе это называлось. Когда кулаком дают по морде в район щеки, как это называется в русском языке? Поплюха. Зуботычина. Зуботычина. В данном случае это не два события, которые описаны в восьмом стихе. Бил ты всех врагов моим по щекам, зубы не чистил, сломал ты. Мне не нравится этот перевод, потому что, но вы учитываете, что это не обязательно, я не обязательно прав. Не нравится, это не значит, что неверный. Вот я отдельно оговариваюсь. Не нравится, это значит, что я предпочитаю другой. Пил по щекам, это дал пощечину, отдал пощечину в русском языке, это позор, за него нужно платить как за бошет, как за стыд, который претерпел человек, но не надо платить за нанесенный ущерб физическому телу, потому что пощечина, как правило, не наносит ущерба физическому телу пострадавшего. Это стыдно, это обидно, но это не требует медицинского решательства. Так, в общем, я понимаю слово пощечина в литературном тексте. Здесь ты вдарил, дал зуботычину, дал по щеке, кулаком, так что выбил зубы. Здесь, мне кажется, что правильное понимание такое. С оговорками я так это вижу. Окей? Поэтому ты даешь пощечину, я оставил пощечину просто в знак традиции, потому что зуботычину мне, ну, скажем, я посоветовался, мне сказали, не надо. Ну, вот так, да. Пуф! Ну что, по-моему, такое чувство, что вопросов нет. Ага. Куда дальше? у нас сколько времени еще? Ну, полчаса где-то, я думаю. Тогда 121 псалом. Я погодю. Сейчас, секунду. пока я кручу, посмотри, ты можешь тоже указками пользоваться, нет? Я вроде бы сделал совместное. Ну, не складывайся, если пока я кручу. Сотко, отпусти на секундочку. Нет, у меня не... Ну, хорошо, нет, беседа. Окей, 121 ты сказал, слегка. Да. Перевод на самом деле Пинхасгильд так, чтобы сказать нет. Да, судя по заглавным. Я в свое время это делал, поэтому мне это откроет. 119 декабрь. Сейчас, секундочку. Да, вот 121 до 7, вертик 122. Да, вот начало 121, окей? Да. Сейчас я одну декабрь. Я ведь правильно понимаю, что никому не интересны мои там грамматические замечания по поводу как правильно переводить это не нужно. Ну, как, например, народ может сказать. Интересно. вот еще один человек сказал интересный, я не знаю. Я хочу еще сказать одну вещь, которая для третьего сама просто очень важна. Я извините, я виноват, но это можно не глядеть на это. Просто вот, поверьте, достаточно помнить одно. Начинается псалом со слова мизмор. Мизмор, Пинхас Гиль прав, когда он просто отказывается заголовки переводить и отказывается переводить слово мизмор и оставляет его в русском языке как есть. Я-то считаю, что он кругом прав, когда так делает, но, скажем, мне было сказано, чтобы я так не делал, чтобы я минимально использовал и в ритмах и слова, и в общем-то практически большие использовали. Поэтому у меня в переводе этого нет. Но фокус вот какой. Слово мизмор и хохамин, и современный читатель. Мизмор шир всегда воспринимает как радостную песню. Шир, мизмор это значит, что сейчас пришли братцовские будут танцевать и петь. Правда, мизмор это такая танцевального типа песня. это не псалом на евритское ухо. Слово мизмор это не псалом. Это вот, а это пение такое довольно радостное. По этому поводу, когда бежал он отцын от своего овшалома, внимание, что Давид, когда бежал отцын овшалома, еще ведь не знал, чем это кончится. Это задним числом мы знаем, что все кончилось бы хитов, как там и описано в этом псалме, что все кончилось, что Ахашем ответил, как бы, я позвал, а он уже откликнулся. Но почему мизмор? И есть известный мидраж, он привязан к 90-му или 89-му псалму мизмор ласаф бау гаин нахлатеха. Значит, псалом Асафа пришли гои в твою уделну и так далее разрушение. И там в мидраж Дхилин, по этому поводу, и в Талмуде это есть, кстати, повторен этот мидраж, сказано, почему мизмор? Нужно тхина, нужно плач, нужно рыдание, нужно любое слово, но слово мизмор, оно никак не годится сюда. Опять, будучи мрачным паштанистом в книге псалмов, это доказательство, слово мизмор не означает радостное пение, но, еще раз, никуда вы не денетесь, слово мизмор мы воспринимаем, оно по звуковому ряду радостное слово, вот, оно звучит, как слово мизмор, как не звучит, как песня плача, оно, кому интересно психологическая тема, смысл слова и психологическая окраска снова, слово я отправляю к книге любимого раба Аарона Маркуса, книга называется Сефер Бразилай, он там об этом много говорит, о психологической окраске, звучании слова и его смысле, вот, но слово мизмор, да, и он настаивает на том, что это очень существенно, и регулярно в разных языках слова с похожим смыслом звучат одинаково, не потому, что происходит одно от другого, а потому, что она психологически одинаково окрашена по звучанию, у него вот такая теория, мне она очень нравится, я не говорю, что она научная, но она мне очень нравится психологически, значит, то мизмор мы воспринимаем как радость и там есть медроши, серия медрошей по этому поводу, почему все-таки все равно мизмор, почему все равно есть радость, ну, самый известный ответ, что гнев Всевышнего обрушился на камни и балки, а не на людей, самый известный ответ, там есть еще серия ответов, но там есть замечательнейшая притча, которую вот удержаться, чтобы ее не рассказать, очень трудно, крестьянская дочка пришла к колодцу с глиняным кувшином, чтобы наполнить его, и уронила кувшин, и он там лежит на дне колодца, и достать его как бы не может, она сидит, рыдает, тут, значит, приходит принцесса, царская дочка с золотым кувшином пытается набрать воды и тоже роняет, значит, царская дочка рыдает, такие убытки, крестьянская дочка начинает хихикать и радоваться, спрашивает, ты чего радуешься, говорит, понимаешь, я рыдала, потому что не знала, кто достанет мне мой кувшин, ты же, когда теперь уронила свой кувшин, то ясно, что сейчас за золотым кувшином придут твои слуги и будут его доставать, заодно и мой достанет. Поэтому это повод для радости моей, крестьянской, что царская дочка уронила золотой кувшин. Вот мезмор в третьем псалме, это где-то на ту же тему, что там ха-шэм мади, что как бы моя беда, твоя беда, по этому поводу, почему последний стих ла-шэм гэ-шоа на народе твоем, в натуре благословение твое, куда же ты денешься? Вот этот вот мезмор, он как бы вот этот оттенок, что Всевышнему придется спасать свое имущество, а вместе с этим буду спасен я. Вот такое понимание слова мезмор, оно очень хазалит, такое, очень, как у наших мудрецов. Это вот по поводу слова мезмор, которое как бы куда ты денешься, тебе придется спасать твой народ. Значит, вот теперь можно перейти это самое в 121 псалму. Значит, я хочу заметить следующее. Точно так же, как третий псалм читается перед сном почти во всех седурах, то 121 псалм в Нусах Сфарад и в восточных общинах читается перед сном. И вообще 121 псалм самый главный псалм в том смысле, что его знают все наизусть. Главное, ну, вот когда мы говорим про книгу Дхилим про псалмы как Сыгула, как средство помощи при опасностях, при неприятностях, то 121 вместе с 23 вот эта пара, я бы добавил сюда еще 91, он как бы у всех вот два главных псалма, которые все знают наизусть, 23 и 121. 23 это мизмор лэдавид гашем рой лоэ хасар псалм давида гашем пастырь мой ни в чем не буду знать недостатка. Этот вот псалм вот этот и и тот а другой читается при любой опасности к тому же за исключение того, что 23 читается когда страшно здесь и сейчас когда я иду по долине смерти по долине смертной тени даже для еврита если бросить арамейское значение слова по долине смертной тени вот оно там читается а 121 он читается в ожидании опасности вот другое не при непосредственной тоже но 23 не считается перед опасностей а 121 да считается перед опасностью в этом разница между двумя псалмами то есть почему в шаббат мы их читаем один читаем всегда в шаббат один после другой внутри шаббата по носах сфарат он читается оба читаются после перед этим самым но перед перед идущим перед серенезмор тиркей туда вот там они читаются потому что в шаббат потому что советую вам внимательно подумать над мизмор ла шаббат мизмор ла шаббат который все считают главной субботней мизмор по содержанию суббота там не упоминается но там есть очень важная тема в этом псалме и она важнейшая для субботы там главная тема псалма вот которым измор ла шаббат главная тема пусть вокруг творится что угодно а у нас здесь все хорошо и мы в танке а у нас здесь цветущий оязис это главная тема псалма субботнего вот это тоже самое вот эта тема защиты в субботу очень важная тема защиты которая там регулярно бывает и не случайно кончается суббота обратите внимание кончается субботой чтением ширпогаим псалмом который должен отогнать всяческую нечисть которая здесь накопилась мы сейчас открываем ворота в мир по этому поводу в МЦей шаббат читают обязательно ширпогаим чтобы отогнать всяческую нечисть потому что в субботу все было достаточно защищено и отсюда вот эти все пирки сегула песни псалмы защитные псалмы которые появляются в субботной молитве и нет в молитвах будут они отсюда я может быть несколько сумбурно объясню или все таки субботняя тема она не хорошо объяснил все правильно значит итак 121 псалом ширла молот количество комментариев почему здесь лама лот а не гама лот как всюду посмотрите на начало 120 псалма вообще всюду заголовки именно вот эти ширха молот а здесь ширла молот вплоть до того что по-моему радак говорит это кто-то попал на кита на 119 я хотел 120 да вот это здесь не входи в кита он не зря называется кит это самый большой псалм какой есть 176 стихов сагулот если мы упоминаем самый цель значит ширла молот есть мнение о том что это вообще на самом деле ширга молот первый он как бы ширга молот начинается с 121 а 120 на кислоте только что это начало это неважно значит песня для пения на ступенях здесь может быть к термину молот вы не представляете сколько разных красивых комментариев есть разной степени принято считать что это песня ступеней потому что левиты пели на ступенях песнь восхождения например потому что Олей Регель те кто шли с полуническим в Иерусалим их читали например так голосовое какое-то указание и это какой-то музыкальный жанр то что музыкальный жанр важен все же понимают сидур да молитвенник еврейский это до-мажор божественная строй да для многих композиторов на немецком нет шутка хорошая значит что это надо исполнять в до-мажоре то что называется белая мелодия значит да поэтому сидур торжественный божественный значит может быть это музыкальный жанр не берусь эса эйна эль гагарим ма айн его эзри подниму к горам глаза откуда мне помощь придет эзри маэм гашеем второй стих осе шамаем ва ар помощь от помощь мне от хашеема создатели неба и земли вот уже здесь есть некоторая проблема которая требует правильной постановки решения которые зависит постановка света на этот псалом вы можете читать двумя способами значит первое простейшее то как отражено у всех переводчиков включая меня значит вопрос что я поднимаю глазу к горам мне нужна помощь и я ищу помощь в дольних в горних в в районе небес откуда в надежде что ну самое высокое на земле место гора что оттуда свыше откуда же придет не нахожу внизу ищу в горах ответ и сразу же ответ что на самом деле помощь от хашеема и так это практически во всех переводах и у пинхасагили это откуда придет мне помощь моя помощь от бога вы можете читать это по-другому и тогда то есть это уверенность что помощь приходит от бога то есть это псалом о помощи от бога есть второе чтение и это то второе чтение является причиной почему во всех нусахах этот этот псалом входит обязательно в дорожную молитву тот кто читает дорожную молитву не брахой какой-то текст что мы отфина в конце слушающий молитву текстом разница бывает но она не велика значит но те кто читает сопровождением дорожную молитву 121 псалом обязательно дорожной молитвы не автомат представить вот теперь для того чтобы понять почему это вы просто чуть-чуть по-другому прочтите первую пару стиху я подношу я возношу глаза к горам мне предстоит туда дорога мне предстоит дорога в гору это опасный путь вот теперь комментарий это опасный путь на дороге будет сложно по этому поводу откуда откуда придет мне помощь в дороге которая мне предстоит вот теперь вот первое то есть я готовлюсь в путь и это опасность по этому поводу откуда придет мне помощь когда я иду одиноким в дороге то эта помощь будет от Гатшема создателя неба и земли творца устроителя может быть оттенки здесь есть значит и тогда это то что понимание тогда это именно дорожная молитва 121 целиком какой доказатель какой аргумент вы долго будете смеяться в я же сказал что сулам Яков лестница Яков имеет отношение к псалмам он начинается следующее и вышел Яков из Бершева и пошел к Хараму то есть выход Яков вот с самого начала я вот аккуратно я не буду приводить целиком этот медраж он про другое чуть-чуть чем я рассказываю но вот этот выход в дорогу автоматически влечет за собой псалм 121 и это очевидно потому что я хочу напомнить опять Яков просыпается и дал Яков обед говоря если Хашем Бог будет со мной в Шамрэйни в Дэрах в Натэн Ли если Он охранит меня в дороге и даст мне еду есть и я вернусь с миром то есть вот то что в Медраж раба автоматом считают что этот псалм при выходе в дорогу это вот эта сторона но опять ежели когда Хазаль ставит вот так свет сходу и ставит свет на Якова и выход его и его путешествие начало его путешествия то мы автоматически приходим к абсолютно верно к той же лестнице Якова нам деться просто некуда причем Хазаль например считают что этот псалом изгнания и этот псалом читается в путешествии вне земли Израиля когда Хашем скрыт да то я возношу глаза горам тут надо добавить просто одну цитату значит которую просто к этому псалму просто потрясающе ложится потому что я поднимаю глаза к горам откуда придет помощь моя помощь от Хашема делающий обустраивающий мне очень нравится здесь будет слово ну в устной речи небо и земли у пророка Исшаягу в 52 главе ма на аву аль гагарим лаглей мавасэр как прекрасно на горах обратите внимание на горах ноги мавасэр вестника ноги вестника который провозглашает шалом благополучие провозглашает благо провозглашает спасение вот вот это вот это цитата по этому поводу вот тот кто говорит что я в тяжелых обстоятельствах смотрю на горы я вот здесь на помощь приходят цитаты из Ашаягу мана вуга аль хахарим раглей мавасэр кстати по моему именно этот отрывок из Ашаягу читают сионисты в День независимости если я правильно помню Машмия шалом учтите что библейское шалом это не столько мир сколько благополучие и доказательство того вопрос Давида Машлом Хамилхама как дела на войне да благополучно или на войне вот так правильный перевод а как мир на войне это ни в какие ворота не лезет значит но как бы я поднимаю горы потому что с гор как бы с небес а когда приходит на землю в первую очередь ну спуск с небес на землю он естественно ближайшая точка будет гора вот и по этому поводу вот это я обращаю в горах потому что я уже смотрю на небо и жду появления на земле а где на земле появится помощь в ближайшие точки к небу а именно гора здесь вот такой итак у вас два понимания я уже в трудном положении и ищу помощь или мне предстоит трудное положение и я ищу помощь второе понимание делает это лучшей дорожной молитвой какая есть потому что она как дорожная молитва это абсолютно блестящий текст и я считаю что лучше него ничего нету у нас и с этим соревноваться невозможно с этим псалмом как с дорожной молитвой именно значит то есть перед опасностью прошу помощи я знаю что будет опасно и дорога не обязательно физическая дорога в наше время дороги мы не очень воспринимаем это как место повышенной опасности ну если не живем где-нибудь в Кириатарме тем не менее в те времена любая дальняя дорога читайте молитву Якова когда он проснулся вот это выход в дорогу всегда опасность значит осе вы уже слышали я слово осе в устном тексте перевожу не как создатель хотя это правильно конечно же а создающего небо и землю вспомните Раши в самом начале во второй по-моему главе книги Брешит где слово оса воспринимается как делает в том смысле обустраивает что само собой получается может быть попечите в небо и земли вот где-то вот туда оттенок в ту сторону значит теперь не даст тебе споткнуться споткнуться ноги моей твоей вы меня извините это по-русски неуклюжий просто споткнуться это у меня претензия только одна мне кажется что споткнуться ноги это неуклюжий русский язык переведено дословно да значит не даст споткнуться тебе не дремлет или не спит не дремлет страж твой понятно что страж в данном случае с большой буквы это всевышний причем значит это цитату которую все знают вот не спит и не дремлет страж Израиля опять тот же самый переход мы молимся вроде за конкретного человека который идет но говорим про всего Израиля хашем шамрэха шамрэха хашем яцелха альят яменеха хашем страж твой хашем тенью по правую руку от тебя значит в данном случае по правую руку это место телохранителя то есть хашем телохранитель твой это куда более приземленный образ чем кажется про хашем твоя тень это отдельное обсуждение что это значит днем солнце тебя не ударит не причинит тебе вреда а месяц а луна месяц ночью я просто зачитываю хашем ешам ха ешмар ха меколь ра ешмор эт навшеха хашем тебя убережет от всякого зла убережет душу твою или тебя или тебя хашем яшмар защитникам твоим от входа от твой выход от твой вход от сейчас и до и навеки вот вот теперь последний стих именно последний стих ешмар цетхау ва эха как это ни странно именно этот стих является главным основанием того что это военный псалом и все комментаторы которые считают что этот псалом произносят родители когда их ребенок выходит на войну и что здесь первые две строки подымая взор к горам это рекрут это воин пусть не даст подкнуться это его родители причем там есть комментаторы которые еще разбивают на диалог отца и матери значит но откуда берется идея о военном о военном псалме то здесь надо знать одну подробность про просто про библейский иврит в обороте твой выход это твой вход это очень это стандартный оборот но около 20 употреблений подразумевает не буду объяснять почему кому интересно отправляю к работе к докторской диссертации Симоне вот там объясняется одна очень важная вещь что от от и до в библейском иврите регулярно означает весь промежуток между от и до тоже значит то есть он не просто будет соблюдая не просто охранит от входа от выхода и до входа а значит но и весь промежуток между этим то есть все время но есть как это ни странно при проверке по словарю ну по конкордации оборот от входа и до выхода почти всегда появляется там где речь идет о войне и например благословен ты в книге дворим в 28 году барухата б уаха уэцетха уэцетэха значит то сразу за этим заставит Гошем отступить твоих врагов то есть на самом деле вот этот вход и выход он регулярно появляет он появляется именно в военных делах и когда Моше например выбирает Ягашуа то это человек который может знает входа и выхода а именно может повести за собой народ воевать гражданский верховный главнокомандующий который ну верховный главнокомандующий это не маршал это тот который занимается делами всей воюющей страны значит по этому поводу когда выбирается Ягашуа это во первых Исшерох Бо человек наделенный духом твердым духом значит и во вторых он умеет знает входы и выходы значит по этому поводу так как в в Танахе практически всегда это вход и выход на войну а не просто в дорогу то в результате этот псалом на автомате напрашивается именно в цикл военных псалмов это просто вот деться некуда поэтому почему сейчас считается не потому что дорожная молитва а потому что вот эта сторона вот все комментаторы которые те комментаторы которые говорят что это молитва родственников при выходе солдата на войну на них вот давят вот этот последний стих понятно что у Хазаль это от твоего значит у Хазаль есть любопытное обсуждение потому что в дворим идет здесь от цитха у ваеха от выхода до прихода а в книге дворим от прихода до выхода в обратном порядке идет и есть серия комментариев по этому поводу я не буду сейчас сравнивать эти вещи но скажем опять семейная тема это от входа до выхода это молитва на семейные темы а от выхода до входа это когда уходит из дома да значит теперь и еще одна деталь которая может оказаться существенной значит шестой стих который естественно вызывает некоторое недоумение у всех днем солнце не ударит тебя вот я дословно перевожу в переводе предпочитаю днем солнце не ударит тебя да не причините вреда вреда все-таки конечно солнечный удар но его ударило солнце это как-то не по-русски и луна ночью значит лунный удар значит то что луна плохо влияет как-то влияет на психику это как когда-то было общеизвестно потом с этим боролись как с темными пережитками потом мне безумно понравилась статья где автор доказывает что это темные пережитки он статистически доказал что обострение психотных состояний в полнолунии не бывает после чего мрачно сообщил что бывает в третьей четвертой луны причем статистически весьма значимо не просто значимо а весьма значимо ну естественно нужно же разогнать то что после лунного удара нужно же разогнать еще неделю на разгон психотного состояния да значит при этом безусловно красивейший американский комментарий о том что речь идет именно о психике потому что практически во всех языках есть слово лунатик там правда кстати по-моему этот самый Амос Хахам говорит перечисляет языки на которых слово лунатик означает псих и приводит неправильно написав русское лунатик заодно к английскому французскому он заодно русский приводит да что это психия то есть он тебе убегут тебя от солнечного удара днем и от психики от психических ударов ночью я хочу заметить что если речь идет о психике то у меня то у меня есть аргумент того же порядка что и слово лунатик то есть не очень серьезно в седьмом стихе гашем ешем ха меколь ра ешмор эт навшеха гашем убережет тебя от всякого зла убережет душу твою то есть психику давайте переведем душу греческим словом убережет психику твою то есть аналог хороший я понимаю что аргумент не фонтан но но я хочу заметить что в псалме от блигерех там где сказано там говорится доживешь до старости от блигерех так вот доживешь до старости обычно переводим пока не исчезнет луна но а где это я не поняла что это откуда это сейчас я сейчас я найду здесь надо искать сейчас это 90 90 какой-то по-моему вдруг вылетел из головы 72 пусть процветает праведник в дни пусть будет изобилие благополучия от блигерех настолько что там очень спорный перевод не надо искать честное слово не надо верни назад от блигерех намек будет долгие годы без и в старости не будет психических проблем свойственных этому возрасту седьмой стих нас интересует бейфрах беймах цадик ров шалом от блигерех расцветет в его дни праведник и великий мир пока существует месяц но настаивают на том что ерех означает месяц я не хочу ерех означает луна с таким же успехом но понимание в этом месте что пока и он и бали бли воспринимается как вот здесь спорное место бли может быть это все-таки слово блай амортизация может быть это неправильное еще понимание но это оригинал очень сложный оборот не очень понятный но я всегда подозревал что значит что в праведнике будет мир и много благополучия пока и не будет психозов что луна как символ психозов среди всего прочего она ее значение в этом смысле совершенно неизбытное вот это по этому поводу спасать от солнца и хочу заметить что в нашем псалме 121 солнце и луна ничего плохого в них нет но здесь как раз оборотная сторона как то что Хазали называет нельзя разрезать монету пополам имеется ввиду не вдоль а чтобы половина была аверсом половина реверсом что когда там молились о том что что-то исчезло было сказано что монеты не режутся пополам что невозможно чтобы люди не совершали половых преступлений и одновременно чтобы рождались дети одно является оборотной стороной другого то же самое солнце и луна здесь в необычном варианте использована а именно их оборотная сторона когда в общем-то вещи которые очень хороши но они имеют оборотную сторону все на свете имеет оборотную сторону значит и еще одна сторона которая при чтении этого псалма мне кажется обязательным обычно когда ее приводят ссылаются на это тот драж который я сейчас говорю ссылаются на радиолевия Ицхака из Бердичева и этот драж у него есть в душат Хашем откуда он переводчет качевывает почти во все каббалистические книги 19 века а именно Хашем Целха Хашем тенью следует по правую руку от тебя в пятом стихе Бог твоя сень одеснул тебя я не помню я не помню что в слово сень мне больше нравится Бог тенью следует по правой руку от тебя мне больше нравится мой перевод Хашем тень твоя справа от тебя значит обрать внимание он у нас страж с левой стороны Хашем Шамреха в начале стиха он с левой стороны у тебя телохранитель с правой стороны моя рука я сам ее воюю значит а с левой телохранитель стоит значит и и он тенью с правой стороны и вот здесь следует совершенно великолепный раби левица Казбердичева который понимает слово тень что Хашем ведет себя с человеком так же как и тень человека если человек танцует тень танцует если человек встает на колени то тень встает на колени и по этому поводу вот эта идея каков человек так с ним Ихашем это идея и только заодно это уже памятник можно ставить человеку за этот комментарий он вот сюда пришивается к этому псалму и дальше он начинает кочевать в массовую культуру и этот комментарий по-моему знает каждый ребенок в Израиле о нем забывают к сожалению регулярно при чтении этого псалма что по-моему неправильно значит и то что тогда пятый стих при таком понимании пятый стих он как бы ставит степень охраны от поведения самого человека что не очень хорошо для охранного псалма но очень хорошо для понимания как устроен мир и еще раз для людей которые считают себя психически не очень устойчивым по-моему дело в том что слово седьмой стих Гашем Ишмархаби коль ра ра у пророков например у Ишаяху это не просто зло а они четко видят в этом корне слова разбивать по этому поводу Гашем убережет тебя от любой физической беды охранит психику твою вот для людей которые не очень твердо ощущаются в нервном состоянии это мали это интенция это смысл в этом стихе и он довольно важный его следует как при чтении псалмов имеется ввиду тем более во времена войны когда ну психика нервы подвергаются достаточному испытанию у тех кто в тылу тоже серьезным испытанием да вот и вот эта надежда что Гашем бережет не только тело но и душу в смысле психику я не отождествляю психику с душой но тем не менее в смысле психика сюда поставить вот это понимание при молитве по-моему является безукоризненным абсолютно действием и пониманием ну вот так где-то мэр я не поняла так цель с какой стороны написано с правой стороны от тебя а суд сказал что правая рука как бы воюет и что охраняет с левой стороны шамреха телохранитель наоборот с левой стороны телохранитель там надо комментаторов читать некоторые удовольствия некоторые утверждают что с левой телохранитель стоит справа потому что у него щит в левой руке и он закрывает щитом Поэтому они не знают, как, ну, я не буду сейчас рассказывать, они просто не представляются, как устроено вооружение воина и как орудуют щитом. Значит, но телохранитель обычно, вообще-то, чаще слева стоит, если он один. Потому что с правой стороны меч. Обратите внимание, что свободная рука должна быть, вы же помните, с какой рукой берут женщину, да? Женщину подставляют левую руку. Понятно, почему не правую. Правая занята. Полтон. Ежели вы не понимаете буквально то, что написано в Шульхана Рухе в нашем, у левши десниться, шуйцы десниться. Но я всегда вспоминаю цели, знаешь, когда мы про Мераглим читаем, что от них отошла цель. Цель Элуким, насколько я вспомнил. Цель Элуким. Цель Элуким, когда говорится про человеку, на котором цель Элуким, то имеется в виду душа, которая является отражением Бога в человеке. Окей. Ага. Спасибо, Мэр. Тогда Хашин Цинха – это другой оборот совершенно. Это он снаружи, справа, неотрывно от тебя. Он не может отступить ни на шаг, как тень не отступает. Но образ здесь куда проще, чем у рабийцек или левийцека. Образ здесь простой. Тень не может от тебя отстать. Тень, она всегда рядом с тобой. Как бы ты ни двигался, как бы ты ни прыгал, тень рядом с тобой. И Хашин Цинха означает, что Хашин не нравится сенью, потому что сень – это то, что это крыша, защита от чего-то. Под сенью крыл его, в тени крыл его. Здесь нет, здесь другое. Он не тень для тебя, он тень твоя. Здесь я считаю, что это неправильный перевод, который не отражает пша. Да, можно так в виде драша понять то, что здесь написано. Хашин дарует тебе тень. Но и тогда он имеет в виду следующий стих. Ежели Хашин хранит, Хашин тень для тебя справа, поэтому, так как он тень для тебя, поэтому, то есть крыша, зонтик, парасонка, поэтому днем солнце не ударит тебя, а ночью не ударит тебя луна. Это вот такое понимание. Оно хорошее, но на меня так сильно давит Рабелеви Ицхак, что для меня перевод вот такой кажется неудобным. Я не говорю, что Пинхасгин неправильно, мне он кажется чуть-чуть дальше от пша. Хотя его перевод, он как бы зависит от следа, и он делает хороший переход к следующей фразе. Поэтому солнце не ударит, потому что Хашин тебе тень дарует еще. Он тебя охранит и дарует, и защитит тебя от солнца и луны вместо зонтика. Он вот так вот понимает это место. Понятно, да? Да. Господа, мы несколько задержались, поэтому я... Спасибо, спасибо. Да нет проблем. Я предлагаю вопросы, возможные вопросы. Пожалуйста, подготовьте, и можно будет их задать в начале следующего занятия. Беседа? Если вы напишите, куда вот на танц... Не важно, они могут писать мне, но я не знаю, если... Мне будет проще. Нет проблем. Пишите вопросы в нашем группе в чате, в Телеграме, я их передам Меру. Окей? Хорошо? Мы на этом заканчиваем.